Я в этой картине играл пилота Савои. Ну, в общем, она такая не очень большая была роль, но она такая была запоминающаяся, одна из запоминающихся ролей, в которой много было картин, где меня убивали. Ну, и там есть такие хитрости в кино, которые мне сюда приклеили, так как это практически выстрел в упор, приклеили сюда такую губку с краской, с кровью, где я должен был хватать, прикладывать это колбу, и кровь, значит, лилась сюда, якобы он попал в голову. Ну, наверное, в общем, это хорошо, что этот момент был, то, что меня, в общем, в каких-то моментах спасло, от количества пороха, которые просто потом... У меня все руки и шеи были поджжены порохом, потому что это было настолько близко. Это был радостный момент съемок. Там замечательно, совершенно была у меня мама в этой картине, у Ольги Остраумова. Там жутко у злодея играл Михаил Жигалов. Но там, опять же говорю, там был очень хороший актерский состав, и именно благодаря этому, мне кажется, картина не устаревает, я надеюсь. Очень смешно было, на самом деле, очень смешно этот самолет, который еще не было тогда, вот эта «Марава», это была чешская машина, и их еще не было, в общем, у нас, как говорится, в летном составе. А снимали мы в Батуми, а там рядом граница. Самолет прилетел, его перекрасили, он Краснодарской компанией какой-то был, его перекрасили в бразильские, значит, эти самые... В общем, бразильские опознавательные знаки, бразильские, значит, расписан он был под такие тана-хаки. Вот, и они, видно, не предупредили покраничников, потому что аэропорт был и рядом, пограничная застава. Там окружение, вышки, там все это. И когда села эта машина, а у них были часто такие ситуации, когда какие-то машины залетали, в общем, терялись в этом самому, свивались с курса и садились в Батуми, в общем, это опыт был. И они думали, что, значит, садится машина иностранная, в общем, и порт не предупредил пограничников. На самом деле это очень смешно было, потому что мы присутствовали, и как раз нам очень не хотелось посмотреть, что это за машина, потому что все сказали, что машина совершенно неизвестная в Союзе тогда. В общем, садится этот самолет, и, значит, буквально через полторы минуты влетает машина с пограничниками, значит, все они высыпают, значит, она вырулила и практически подрулила, значит, к зданию, рядом со зданием аэровокзала. В общем, они окружили, с автоматами окружили, значит, эту машину, этот самолет, значит, передернули эти самые на боевой взвод, и летчики, которые были, значит, в самолете, они так приоткрывают дверь, говорят, ребята, мы свои, не стреляйте. Ну, в общем, забавно, это было забавно, ну, как говорится, такая русская безалаберность, когда садится машина, но не предупредили пограничников, самое главное. Вот, потом долго смеялись. У меня были, надо сказать, замечательные товарищи. На этой картине у меня было три товарища, Александр Михайлов, Георгий Мартиросян и Алексей Михайлов. Они все, они были такие очень красивые, эффектные молодые мужчины, ну, может быть, им было чуть побольше 30 лет. Вот, ну, вот они почему-то дружили со мной. Мы как-то так очень подружески с ними общались. Они меня опекали. Ну, и такая троица, они ходили практически всегда все вместе со съемку, со съемки и на съемку, вот, и, значит, опекали Дарью, потому что она была тогда совсем маленькая, ей было 13 лет. Ну, и, в общем, какая-то была такая, скажем, отеческая опека. Он вообще относился к артистам очень доброжелательно, любовно, и, да, мне кажется, вообще не было никаких у нас трений. Никакого насилия, диктата с его стороны не было. Вероятно, был, безусловно, диктат, но он был такой скрытый. И вообще? Да. Концептурно? Ну, конечно, нет. Он артистов очень любил, и, мне кажется, со всеми с нами он как-то любовно очень общался. Вы знаете, он замечательный был человек, замечательный на самом деле. Он человек был, в первую очередь, с удивительным чувством юмора, удивительным на самом деле. И у него еще была такая своя команда, с кем он снимал. Вадим Корнильев, это оператор, с которым он просто снимал все свои картины. Художник Горелик Марк, по-моему, Марк еще жив, по-моему. Но, во всяком случае, человек он был с чувством юмора, и как художник он был очень интересен тем, что он всегда знал, что он хочет. Я очень надеюсь, что этот фильм не устарел, что он по-прежнему увлекательный, что он может взволновать сегодняшнюю публику. Мне бы хотелось, во всяком случае, так. Потому что делался он очень искренне, с любовью. И все мы как-то работали над ним радостно, слаженно. И я надеюсь, что вот как бы частица нашего задора, азарта, которым мы были охвачены во время съемок этого фильма, она вот осталась в этой картине. И я надеюсь, что она не оставит вас равнодушными. Мне бы так хотелось. Продолжение следует...